Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы общаемся с нашим косметологом. Расскажите немножко, представьтесь, расскажите о себе, как вы пришли в косметологию. Меня зовут Валерия. Я пришла в косметологию неожиданно. Мне просто очень нравится ухаживать за лицом. Люблю делать с красивыми других людей. Ну и плюс того еще и лечить их. А комедоны, акне, естественно, это все моменты, которые лечатся. В любом случае нужно ходить к специалисту и подбирать определенные препараты. Вот у зрителей, да, у наших и, соответственно, у моих пациентов с тем, что я постоянно как бы борюсь, есть такое мнение, что к косметологу могут ходить только вот девочки. И мальчики некоторые даже боятся и мужчины обращаться, ну, думают, что их там как-то оценят. Как там каких-то гомосексуалистов, еще как-то. Нет, нет, это неправда. Надо ухаживать как и девчонкам, так и мужчинам, парням за лицом. Потому что крещи не у всех есть. В итоге нужно как-то за ними, за лицом ухаживать и крещи лечить. Не важно, кто это, мальчик или девочка, в любом случае, если есть какое-то прыщ-воспаление на лице, это же воспаление, получается, надо лечить. Не важно, кто мальчик или девочка. Это уже проблема. Окей, окей. Вот касаясь еще нашей мужской аудитории, такой вопрос. А если они уже с лица или даже, может быть, изначально, они находятся не на лице, ну, а, к примеру, вот на плечах находятся, может мужчина обратиться, чтобы сделать, ну, фактически ту же самую чистку, только вот в районе плеча, потому что у него там обидные высыпания. Да, конечно, почему бы и нет. Конечно. Это очень ценно, потому что для наших зрителей, соответственно, ну, многие даже получают отказ, вот, ко мне приходили, мои пациенты, и просто, хотя, ну, даже сам человек по логике говорит, блин, вот у меня на плече там уже там тысячу, десять тысяч лет вот все время, то есть высыпание, я пытаюсь сам там отскребать, естественно, он сам скребет, у него еще больше воспаления, потому что это там где-то в туалете, в душе как-то еще. Да, 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 поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, приходите, обращайтесь, мы можем такое сделать, вот. И еще какой момент, вот, соответственно, касательно чисток лица, есть какие-то показания, противопоказания, и разные ли они для разных видов чисток лица, или это все, ну, показания, противопоказания, что будет разлука одно и то же, что для механики одно и то же? Ну, во-первых, если есть на лице какие-то воспаления, естественно, ранки какие-то, микроранки, естественно, сначала надо, чтобы ранка зажила, а потом уже делать чистку лица. А плюс еще комедоны тоже, вот, они воспаляются очень часто, есть комедоны, которые воспалены, и нужно обратиться уже к дерматологу, который у нас есть в клинике, вот, а есть, которые, можно обратиться к косметологу, и косметолог сам механически вычистит этот комедон, и, в принципе, кожа заживет и будет чистая. Я думаю, что комедончики мы сейчас выведем вам на экран, какие-нибудь, ну, просто для всех, понятно. И еще, если можно, так вот, вкратце, вот, вообще, причина появления комедонов. Причина появления очень разная, во-первых, это наша экология, которые, машины, заводы, ну, это же все-таки город. Мобильное питье, в принципе, никто, все пренебрегают водой. Нужно пить воду обязательно, чтобы армитизм чистился, почки чистились. Ну, диетка, естественно, диету никто не соблюдает, мы все работаем в режиме 24,7 работы. Ну, в принципе, можно будет дать какие-либо рекомендации потом вам, и уже, как бы, будете соблюдать диету. Ну, то есть детоксикация. Детоксикация наше все. И, наверное, стоило бы, да, озвучить, что у нас, возможно, да, соответственно, внутривенное введение различных растворов. В том числе мы можем делать индивидуальные препараты с детоксикацией. Вот, но мы не будем рекламировать, я не очень люблю озвучивать какие-то конкретные, по той причине, что люди сами себе назначают, что-то самолечением занимаются. И здесь надо понимать, что отдельно, на мой взгляд, соответственно, в зависимости от анамнеза будет проходить эта токсикация. Кому-то воды больше пить, а кого-то мы заколем, закапываем, не знаю, еще никуда-нибудь стационар отправим, потому что что-то найдем такое особенное. Окей, хорошо. Вот с этим мы разобрались. А что еще можно сделать, соответственно, у косметолога, вот в плане профилактических? Вот если у меня ничего не беспокоит, но я и хочу дальше, чтобы меня ничего не беспокоило. Освежить цвет лица могут. Разные маски, альгинатные маски очень хороший лифтинг придают. От 30 лет выше лицо, что все-таки оно не молодеет с каждым годом. Пост-акне у некоторых есть, у подростков очень много пост-акне высветляются они. Это в любом случае все лечится. Масочки, пилинги, обновлять кожу лица постоянно нужно и лечить. А мы можем, вот чисто симптоматически, наверное, уже ни для кого не секрет. Я давно занимаюсь со спортсменами, соответственно, веду людей на гормональной терапии, на гормонозаместительной терапии. И у нас возникает такая проблема, что человек готовится к соревнованиям, он не может отменить препараты. Естественно, осознанно это идет, да, много побочек. В том числе вот эта побочка, с которой мы никак не можем иногда справиться, это просто жирная кожа. То есть на фармакологии кожа, она, ну, естественно, вообще больше выделяет сала. Вот как-то можно симптоматически у косметолога с этим бороться, что-то сделать? Конечно, конечно, можно, если определенные препараты, определенные маски, которые... Нитривизуют, да? Нитривизуют, да. Лишний жир. Вот. И то же самое вопрос. То есть, естественно, кожа жирная у нас, она уходит на плечи, к примеру. Спускается, ну, вот в район трапециевидный. Если, к примеру, вот человек захочет, он может дополнительно попросить, чтобы это нанесение, оно происходило не только на лицо, но и там на плечи еще куда-то. Да, конечно, все возможно, конечно. А нет такого, что какая-то другая особенная маска нужна, ну, на лице одна кожа, на плечах же она более такая жесткая, может быть, там другой какой-то тип маски наносится? Или это все одно и то же? Да, одно и то же, все почти одно и то же. Только нужно количество, естественно, сколько это все вот на лицо, допустим, одно количество, а на тело там же кожа толстенькая, на лице тонкая. И на тело, естественно, побольше можно где-то нанести. То есть в любом случае все везде наносится, в любом случае нет никаких противопоказаний. Лицо или тело, кожа-то ознаковая. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю вам поучаствовать в нашей беседе, написать нам ваши вопросы. Мы теперь будем на регулярной основе, ну я думаю, что раз в недельку, отвечать на ваши все, соответственно, вопросы из комментариев. Не в комментариях, это будут обязательно в видеорежим. И мы с вами наладим этот диалог. Вот эти вот видео с косметологом, они будут как на ютубе, так же и в виде исключения я выложу длинный видеоролик к себе в инстаграм. Вот, и вы можете, соответственно, в инстаграме тоже участвовать. Те люди, кто смотрят меня в инстаграме, можете присоединяться и участвовать в этих, соответственно, вопросах, расширять. Потому что в ближайшее время мы обсудим, да, с косметологом и у девочек очень часто. Нам возникают вопросы, как это комплексно лечить, когда какие-то глобальные высыпания и прочее. Чтобы мы договорились, соберемся вместе с врачами, еще врачебник у нас поучаствует в разговоре о хромоспектрометрии Паусикова, будем говорить. И здесь, наверное, это затрагивает всю эндокринологию, косметологию и так далее. Ну, это тема более широкого, так скажем, спектра, влияющая на всех специалистов. И кто не знает, это такой бактериальный анализ, мы будем говорить об инфекциях и бактериях. С вами был доктор Краусов. С вами была Валерия, косметолог. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. С вами был Игорь Негода.